Мы сегодня находимся на вебинаре с Травелата с Сергеем Головко из Травелата, который расскажет нам про продажу туров, про разгар сезона и все, что нужно про это знать. Меня зовут Лиза, я менеджер по маркетингу в Travel Payouts и сегодня я буду модерировать этот вебинар. И у нас в гостях виртуально Сергей Головко, который находится сейчас в московском офисе Травелата. Сергей – веб-аналитик и, по своему институтству, глава CPA канала Травелаты. Предлагаю пройтись немножечко по программе вебинара. Сегодня я расскажу вам немного про текущие акции Travel Payouts. Я расскажу вам про то, что есть самое интересное из нашей сегодняшней жизни. Потом Сергей перехватит микрофон и расскажет про Травелату, почему сейчас, отделится ценными знаниями про целевую аудиторию, отделится секретами мобильных приложений, а также ценными советами и рекомендациями. В конце вебинара вас ждет roadmap Травелата в целом и roadmap Травелаты в Travel Payouts. Также, как я и обещала, будет секция с вопросами и ответами. Давайте начнем. Я немного расскажу про Travel Payouts. Я думаю, вы все знаете, что мы партнерская сеть Aviasales, и сейчас у нас более 160 тысяч аффилиатов по всему миру. Для вас у нас доступный личный кабинет с вашей статистикой, со всеми инструментами, со всеми офферами и компаниями. Доступна база знаний, где вы можете найти ответы на самые часто задаваемые вопросы и задать свой вопрос нашему суперпискому саппорту. И наш блог, где мы пишем и оперативно публикуем все самые важные новости из жизни Travel Payouts. Если вы читаете наш блог, то вы точно знаете, что у нас действует акция по двойной комиссии за продажи билетов в Казахстан, из Казахстана и по Казахстану. Выпоминаем опять мантру «Казахстан, двойная комиссия». В сентябре у нас планируется Travel Payouts Summit 2018. Пока что дата и место проведения держатся в секрете, но мы поднимемся деталями очень скоро. Мы запустили серию вебинаров для новичков и не только. Пожалуйста, заходите на наш саппорт, на наш блог и смотрите записи вебинаров, также регистрируйтесь на все будущие вебинары. И у нас есть Telegram-канал. Если вы хотите получать все новости о Travel Payouts наиболее креативным способом, то, пожалуйста, получите холловте нас на Telegram-канале, на наш Telegram-канал. Давайте перейдем к Трэмиласе. Сергей, расскажи нам, что такого особенного нужно знать о продаже туров, чтобы сейчас сходить на ночь и продать как можно больше в этом сезоне. Так, я включаюсь. Всем привет. Меня зовут Сергей Головков. Про меня сказали в двух словах. Я вообще, в принципе, аналитик компании Travelata. Занимаюсь данными. У нас хранилище построим данных. Занимаемся оптимизацией различных. И так далее. Но как хобби и как дополнительная работа я занимаюсь нашим партнерским каналом, его развитием, где-то начиная с конца декабря прошлого года. Мы хотим сделать очень хороший канал с точки зрения выгоды всем, выгоды партнерам, выгоды нам, как рекламодателю. Ну, надеюсь, у нас получается. Мы будем делать еще больше, расти дальше и так далее. Сегодня хотел бы рассказать о нескольких вещах. В принципе, о том, почему на Трэролаху стоит обратить внимание сейчас для тех, кто, например, по каким-то причинам на нас активно не льет трафик и так далее. И для тех, кто, в принципе, с нами работает активно, какие новые фишки у нас будут, мне кажется, тоже будут очень полезны. Я надеюсь, что на многие вопросы отвечу, а на те, которые не отвечу, обязательно будет возможность ответить после данного вебинара. Начнем с того, почему Трэролата. Есть вот здесь, я написал некие такие поинты, пробегусь по ним. Ну, во-первых, мы продавец туров онлайн номер один России. Наверное, к данным цифрам по-разному можно относиться, то есть наверняка кто-то сделал какой-то анализ, который показывает другую сторону. Ну, если брать там стандартные вещи, например, данные самих туроператоров, которые знают активности агентов, мы периодически обменяемся с ними информацией и так далее, или там какие-то независимые рейтинги, то они говорят об этом. Также мы самоузнаваемый бренд. В данном случае я привел график, это историческая справка по брендовым запросам. Латиница, она немного меняет на 15-20% данной графики, но в целом это показательный график. И здесь вот синяя, зеленая и красная линия, это, соответственно, Travelat, Travel и Online Tools. Мы представлены на всех платформах. У нас есть веб мобильный и дистопный, у нас есть iOS и Android-привожения, мы везде представлены с точки зрения СМС, во всех соцсетях. У нас самый большой телеграм-канал среди, так скажем, Travel-агентов, если можно так сказать, да и среди агрегаторов тоже. У нас ниже цены. Это мне вот написали, что нет звука. Скажите, а есть звук? Есть. Мне пишут, все окей. Если у вас нет звука, Марина, я думаю, что вам надо попробовать что-то поправить. У нас ниже цены. У нас есть некий дискаунт. Мы не готовы озвучивать конкретную цифру, но он есть. Если вы выгрузите большое количество данных по многим турам, вы увидите, что у нас цены дешевле. Мы держим этот дискаунт, и чтобы оставаться именно таким гипермаркетом, в том числе и с дискаунт-привожениями. У нас большая франчайзинговая сеть по России, больше 50 офисов. Это дает большую узнаваемость. Они используют наши официальные вывески, наш бренд-бук и так далее. Вы знаете прекрасно, что трафик, который, например, льется на региональные, по регионам, он хуже конвертирует, и на самом деле в регионах она помогает эту конверсию повысить. Это, в принципе, я рассказал про Травилату немножечко. Расскажу такую фишку, которую мы называем бренд-атрибуцией внутри Травилата, и почему она полезна для партнеров. Мы будем в нашей презентации немножко так раскачиваться, то есть на все более и более такие общих, на более конкретные вещи, скажем так. Это, наверное, пока довольно вовсе слайды, для того, чтобы просто немножечко найти в курс, может кто-то еще присоединится к нам. Мы придумали такую штуку под названием бренд-атрибуция. Я хотел бы просто в двух словах рассказать, что это такое и почему это реально круто для партнеров. Здесь без каких-то подноготных вещей, здесь все очень правдило. Все рекламные активности, так или иначе, которые у нас проходят, они брендовые. То есть мы привязываемся к бренду партнера. Если партнер проводит какую-то уникальную вещь, мы берем его бренд и смотрим по этому бренду активность у нас. Например, у нас в продаже могут быть зачислены без маркера Травл Пиалс и переданы в Травл Пиалс. Те, кто с нами работают, они знают про эту фишку. Называется у нас сейчас эта штука как атрибуция по купону. Грубо говоря, те партнеры, которые работают с нами и получают от нас брендовые купоны, они получают продажи, даже если нет маркера. Это прям супер фича для партнеров. Наверное, самое привлекательное с точки зрения, если брать деньги, денежное угрожение. У некоторых партнеров она составляет очень значительную долю. Я не хочу называть, чтобы не было много вопросов, а как такого было достигнуто. Но, поверьте, есть несколько партнеров, которые получают большую долю именно так. Обусловлено это разными причинами. На самом деле мы пришли в эпоху многодевайсности и прочего, что пользователи переходят с разных устройств, разное влияет на их решение и так далее. И брендовый промокод, как правило, это неплохая штука для того, чтобы такие активности трекать. В общем, используйте это обязательно, если у вас достаточно трафика для того, чтобы быть нам интересным. А сейчас этот порог сильно ссорен. Пишите, мы будем как-то работать с вами, давать вам подобные брендовые промокоды. Они важны даже не столько с точки зрения дискаунта по цене для клиента, они важны именно с точки зрения того, что вы можете получить большое количество дополнительных продаж. Мы смотрим кликстрим. Это достаточно такая фраза запутанная, но я постараюсь в двух словах объяснить. Суть в том, что зачастую пользовательский путь очень сложный и запутанный. И в нем очень много разных там бывает фишек, например, каких-то перезатираний маркеров или еще что-то. И мы действительно оцениваем кликстрим. У нас есть весь кликстрим пользователей. Кликстрим это полный список сессий пользователя, какие источники когда были использованы в привязке ко всем остальным данным, например, глубина и так далее, какие страницы были просмотрены, какие действия были сделаны. И вот эта штука на самом деле будет развиваться дальше. Сейчас она в очень начинающем таком варианте, ну, грубо говоря, процентов 5 заказов так или иначе дополнительно приходит с помощью этого кликстрима. Также мы оцениваем фроуд поэтому, но большинство партнеров Трелл Пауц это никак не касается. Я уверен, что здесь на вебинаре вряд ли люди, которые используют какие-то темные схемы или непозволительные с точки зрения нашего оффера вещи. Вот. И такая фишка на самом деле может показаться банальной, но действительно спрашиваем клиентов. Было уже 2 или 3 примера, когда мы делали партнерам дополнительные промо-коды и дополнительно их мотивировали, потому что клиенты действительно классно отзывались, например, в письмах, например, по телефону, отзывались о тех или иных партнерах, потому что они помогают подбирать предложения. Это круто, потому что это в том числе то, зачем мы приходим в то же ТПО, найти партнеров классных, которые могут действительно компоновать крутые предложения, которые есть у нас. Мы сами, поверьте, наверняка сделаем эти предложения, ну, может быть, так же, а может быть и хуже. Я знаю многих партнеров, которые находят такие цены, которые никогда бы не нашел у нас. Так, следующий слайд. Теперь я расскажу немножко про структуру, про структуру нашего трафика, про структуру нашего трафика, про то, какая у нас аудитория и так далее. Это такой слайд, на самом деле, он очень удобный с точки зрения оценки возрастных когорд у нас на сайте. Здесь хорошо видно, что такая базовая для интернета аудитория, то есть молодая аудитория до 18 лет, составляет у нас, на самом деле, далеко небольшой процент, что основное ядро аудитории – это люди 25-30, 31-35, то есть взрослее. Это полезно для того, чтобы понимать, с кем вы работаете, что это действительно более взрослая аудитория, что туры, как правило, действительно интересуют более взрослую аудиторию. Это обусловлено многими причинами, не только консервативным отношением к этому или еще чем-то, потому что туры довольно удобный продукт с точки зрения, например, отдыха с семьей, с детьми и так далее. Я думаю, да, я не буду рассказывать какие-то базовые совсем вещи, почему туры онлайн не мрут, почему это хороший рынок, потому что, во-первых, это не моя ниша, я занимаюсь все-таки больше трафиком, оптимизацией, аналитикой его, поэтому буду рассказывать, в принципе, про это. А если вас интересуют какие-то вещи, связанные с рынком travel, наверное, стоит сразу оговориться, что, возможно, я не на все вопросы смогу ответить, но вы обязательно пишите ваши вопросы, потому что, во-первых, в этом чате будет присутствовать два человека от нас, они помогут ответить на какие-то, возможно, базовые вопросы, и будет обязательно разбор вопросов каких-то серьезных, продуктовых, так что обязательно пишите. Не оставляйте эти вопросы, а пишите в чат. Да, по поводу вопросов, которые есть в текущий момент, я специально их сейчас не смотрю, я вижу, что там что-то, какая-то активность идет, просто постараюсь ответить на них в конце, чтобы не сбиваться с презентации, извините, если что. Немножко по демографии. Я здесь вот отметил такое ядро нашей аудитории, с точки зрения, если вы помните, вот этой доли в целом, по этим квадратикам и прямоугольникам. А здесь мы показываем распределение женщин и мужчины. И тут четко видно, что наше ядро аудитории достигает до 70% это женщины. Здесь надо понимать, что не только в абсолютных цифрах женщины составляют большинство, но и в конверсии женщины, как правило, показывают лучшие результаты. По нашим данным это 20-25%. Это тоже можно и нужно использовать, когда вы работаете и создаете свои рекламные материалы, от этого можно отталкиваться. Я не хочу сейчас сказать что-нибудь сексистское, поэтому лучше на этом закончим. Но в любом случае у нас есть какие-то гендерные различия, которые так или иначе влияют на тот контент, который мы делаем и так далее. Я думаю, что это стоит использовать. Да, здесь вот... Я надеюсь, что только у меня видно вот эти желтые штучки, которые я уже отмечал. Ну, если нет, то ничего страшного. Я это уже отметил. В общем, здесь график, который я сделал для того, чтобы показать аффинити по демографии. Он очень полезный, если понять, что здесь нарисовано, поэтому я постараюсь в словах объяснить. Тут на самом деле представлены аффинити индекс по сравнению со всем интернетом. Весь интернет... Мы брали данные Mail.ru. У Mail.ru есть просто невероятные репрезентативные данные по своими сетям ВКонтакте, Одноклассники и огромный почтовый клиент Mail.ru. То есть эти данные действительно хорошо матчатся с остальным интернетом. Это вот 100%. Вот здесь есть такой кружок 100%. Вот, он по центру. И вот эти два кружка, оранжевый и синий, это, соответственно, мужчины и женщины. Две когорты. И здесь мы четко видим по возрастам, где есть ниже аффинити, где аффинити выше. И, например, вот этот участок, тут четко видно, что молодая аудитория и по мужчинам, и по женщинам у нас представлена в два раза хуже, чем в среднем по интернету. А, например, более в разношении, начиная с 31 года, представлена в два и более раз больше, чем в основном по интернету. Это важный вопрос обобщения предыдущих слайдов для того, чтобы оценивать. Пойдем дальше. Интересный слайд, который специально готовился под эту презентацию. Даже для себя сделал IQ Insight. И постараюсь ему уделить чуть больше времени, поразбирать его подробно с вами. И обязательно отвечу на все вопросы, потому что, наверное, не все сразу будет понятно. В общем, начнем с базовых вещей. Что на этом графике? Здесь у нас шесть разных типов страниц на сайте Travel.at. Это у нас по горизонтали. Они здесь на английском языке для упрощения более короткие формы, и на русском языке для... Лиза, видимо, пытается стирать мои желтые заметки. Ничего страшного. Мне кажется, что они прям показательны. Я их буду использовать далее. А по вертикали у нас относительный доход на клик. Я его привел в условных единицах. Это моя личная условная единица. А, в принципе, можно его интерпретировать как некий ECPC. Напомню, это показатель дохода с клика. Наверняка большинство участников вебинара знают, что это за показатель. Вот. Собственно, что здесь изображено? Ну, вот дальше мы видим долю трафика. И мы видим, что на самом деле большая часть трафика идет на серповые страницы. Это поисковые стандартные страницы. Грубо говоря, поиск по Турции. Такое число. Семь ночей и так далее. Меньше идет на мейн. Это в основном трафик сайтов и прочее. То есть это во многом брендовый трафик, например, со статей, которые в общем рассказывают о нас и так далее. Это трафик на страницы отелей. Совсем мало. Трафика пока на страницы конкретных туров, которые мы сделали уже порядка трех месяцев назад. Но, к сожалению, я действительно не сделал такого масштабного анонса. И до сих пор это не очень популярный кит. И есть два типа похожих. Это страницы горящих туров, которые очень удобно использовать партнерам в качестве статических, когда нужно дать ссылку, например, на какую-нибудь Турцию. Грубо говоря, там пользователи сами разберутся. У нас страницы выглядят так. Там хранятся примерно некоторые предложения, которые актуальны. Они были какое-то время назад, например, час назад, полтора, по-разному они кэшируются. Если пользователь нажимает обновить, соответственно, страничка обновляется. То же самое по странам, абсолютно та же логика. Эти странички очень удобны для тех, кто работает с сайтами, потому что их можно повесить. И пользователь всегда выйдет, например, на нужную статическую страницу. Например, у нас есть страница формата отдых на Новый год. Тоже есть статическая страница, которую удобно использовать. Там подобраны уже направления. И, собственно, что мы здесь видим? Мы видим, что доход, он разный, если в среднем смотреть. И мы видим максимальный доход у страниц конкретных туров. Я прошу обратить на это внимание. И мы видим вот некую, вот такой вот тренд на самом деле от серпа к странице конкретного тура, что, в принципе, гипотеза первоначально была, что, конечно, этот тренд должен быть. И он подтверждается. То есть на самом деле, действительно, если пользователя сажать на более поздние этапы воронки, то, соответственно, получается больше эффект с точки зрения дохода. В общем, я вот этот большой показатель наверняка будет вопрос, если я сейчас не скажу. Поэтому я скажу, что я отдельно рассматриваю, почему здесь такой высокий показатель. Ведь это самый первый этап воронки с точки зрения пользователя. На самом деле он обусловлен несколькими причинами. Прежде всего, то, что сюда попадает трафик, который так или иначе она знает. Там очень высокая доля повторных пользователей. Это часто статьи, которые рассказывают, например, про наши приложения. У нас нет отдельной... Ой, извините. Про наши промокоды. У нас нет отдельной страницы по промокодам. Соответственно, люди идут на главную. И так далее. А там очень высокая конверсия. Поэтому этот показатель, скорее, здесь стоит рассматривать как исключение из правил. Но в целом я бы обратил на это внимание. Это не призыв к тому, что нужно вести прям обязательно на странице конкретного тура. Но я крайне рекомендую пробовать, по крайней мере, когда у вас есть конкретные спецпредложения, вести на более поздние этапы воронки. Обязательно отвечу на все вопросы по этому слайду. Уверен, что какие-то вопросы еще по нему будут. Вот. Я перейду к следующему разделу. Если вдруг у вас есть какие-то вот прям конкретные вопросы по каким-то слайдам, вы можете сейчас задать. Я вот буквально подожду там 30 секунд и, может быть, отвечу. Следующий раздел у нас будет про мобильные приложения. Он достаточно объемный. Я его отдельно специально готовил. Это моя некая фишка. Я много уделяю этому внимания. Те, кто со мной часто общаются, знают. Но я надеюсь, что это даст свои платы. И мы, наконец-то, будем получать больше и больше трафика. А вы, я уверен, будете получать более хорошие показатели с точки зрения дохода на клик. Потому что это однозначно так. Это однозначно видно по всем данным. Сейчас расскажу об этом подробно. Но вопросов я не вижу. Я вижу тут вопросы про Telegram. Но это как бы базовые вещи. Есть сейчас сервисы, которые используются. Про Telegram отдельно расскажу. Объемы трафика. Да, я скажу про объемы трафика, которые нужны для промокодов. Раньше это было в районе 3000 сессий в месяц. Это, как правило, равняется с половиной 4000 кликов в Travel Payouts. В принципе, это сейчас не базовая вещь. Нам достаточно, чтобы вы себя, что называется, открыли. Открыли себя, то есть рассказали про ваш трафик. Что это за продукт. И если этот продукт нас вполне устраивает, мы с вами готовы работать, в принципе, на любом нам трафике. Так что, да. Ну, в общем, я продолжу про мобильное приложение. А к вопросам вернемся тогда в последней части. В общем, мобильное приложение. Такие базовые поинты про то, что, как и так далее. У нас действительно самое крупное в России с точки зрения туров мобильное приложение. Две платформы. Более миллиона скачиваний, там, в районе миллиона скачиваний по Android. Больше 800 тысяч скачиваний на iOS. Рейтинги 4+. На Android, по-моему, 4.7, на iOS был 4.6. Сейчас, по-моему, снизился чуть-чуть ниже 4.5. Но мы сейчас начали работать отдельно с рейтингами. С точки зрения отзывов мы отвечаем на них. У нас есть команда, которая занимается этим. То есть я уверен, что в ближайшее время показатели будут лучше. Надо понимать, что рейтинги, между прочим, у нас естественные. Никогда не нагоняли немотивированный трафик, ни прочее на них. И этот рейтинг сформирован реальными отзывами у пользователей. Что отдельно круто. С точки зрения примера оценки нашего продукта. Я часто сам оттуда какие-то инсайты узнаю. Люди пишут очень полезные штуки. У нас больше 25 тысяч уникальных пользователей в день на каждую из платформ. Это сопоставимо с мобильным трафиком. Это даже прям более чем сопоставимо с мобильным трафиком. То есть, грубо говоря, представьте себе наш трафик на вебе и умножьте это на два, потому что очень много трафика в мобильных приложениях, которые вы как бы не увидите, если посмотрите, как он символ веб условный. Это, кстати, многих путает, когда сравнивают, например, нас с кем-то только по веб-данным. Классная и важная вещь, которую я не перестану повторять, это то, что конверсия в мобильных приложениях выше, чем на мобильном сайте, при одном и том же типе трафика. Это неоднократно проверялось. Если в целом брать, то она выше где-то в три раза. Это понятно, что трафик разный и так далее. Здесь можно как бы придраться. Но даже если вы проведете АБТ-тест, вы увидите, мы проводили на своей стороне, что конверсия в мобильном приложении, она выше. Мобильное приложение – это уникальный наш продукт, который есть на российском рынке. Во-первых, мы охватываем две платформы, у нас самый большой набор туроператоров, у нас есть абсолютно все продуктовые фичи, которые доступны в вебе. Там есть некоторые исключения, и, скорее всего, поправим. Например, там, по-моему, не работает пока фильтр по туроператорам. Но вот, например, топливный сбор в мобильном приложении мы тоже выкатили. То есть все, что выходит на вебе, все фичи, которые выходят на вебе, они есть в мобильном приложении. Далее. Почему сейчас, почему я рассказываю про мобильное приложение, вот почему это важно именно сейчас? Во-первых, мы видим невероятный рост заявок и продаж партнеров с мобильных приложений. Например, 20% по заявкам, 15% продаж у партнеров из приложений – это без какой-то внешней рекламы на приложение. То есть это уже сейчас пользователи, которые попадают на наш мобильный сайт, и те, кто знает наш мобильный сайт, он достаточно агрессивно в хорошем смысле мотивирует пользоваться мобильным приложением, уже сейчас видно, что это перетекание составляет очень большой цен. И продажи эти мы передаем партнерам. И на самом деле, если бы мы отдельно как-то их маркировали в Travel Payouts, наверняка бы уже сами стучались ко мне и говорили, давайте прямые ссылки на приложение. Но мы их как-то отдельно не маркируем, я работаю над этим. Там есть проблема техническая, обязательно это исправим. Но суть в том, что это большая доля, и это уже нужно использовать. У нас пожизненная атрибуция по платному каналу. Ну, скажем так, она пожизненная, пока мы не придумали обратно. Грубо говоря, она работает следующим образом. Если вы сейчас приводите к нам пользователя мобильное приложение, и он делает инсталл, соответственно, весь период жизни пользователя, доход от него будет идти к вам, если не было какого-то перетирания платного канала. Ну, например, другого партнера. Ну, в таком случае мы не можем просто атрибуцию не перетирать. Далее, про ЛТВ. Ну, те, кто не знает, показатели ЛТВ, извините, это lifetime value клиента, то есть тот доход, который приносит клиент за всю его жизнь. Можно брать какой-то четкий период, а можно брать, например, бесконечный период. Ну, четкий период, давайте возьмем два года, например. И тут, на самом деле, данные однозначно в пользу мобильных приложений. Пользователи ЛТВ выше мобильных приложений, чем с веба. Ну, я думаю, объяснять не стоит, что это базовая вещь. Проблема в том, что веб не так привязывает пользователя. Нет возможности такой retention. Да и те, кто знает, например, когда попытки перенести какой-то функционал из мобильных приложений в веб, ну, например, скажите честно, ну, как часто вы пользуетесь веб-пушами, которые постоянно появляются на сайтах? Ну, они меньше используются, гораздо меньше используются, чем те же веб-пуши в мобильных приложениях. Ну, и мобильный траф везде. Да, я понимаю, что это совсем банальный пункт, но я хотел бы напомнить, что многие действительно недооценивают процент мобильного трафика. Наверняка здесь все в чате, которые присутствуют, они точно знают процент своего мобильного трафика. Или не знают. Надо вот спросить у вас, какой процент у вас мобильного трафика. Но в целом по travel, по рунету, по моим данным, мобильного трафика уже больше. Это даже если не считать планшеты мобильного трафика. То есть самого мобильного трафика уже больше 50%. Да, вот, спасибо, что все меня подтверждают. Вот, поэтому действительно мобильный трафик везде. Я даже, я приводил в пример даже какой-нибудь суперконсервативный. Ну, я знаю, скорее всего, твою платформу и откуда у тебя такой процент. Вот, Telegram. Так, про трекинг продаж в приложениях. Вот такой слайд, который мне спасибо нашему дизайнеру, который помог отрисовать мой довольно кривой слайд, который я все время постил. Если отрисовать его так красивенько. Я остановлюсь на этом, ну, буквально, наверное, минутки на 4. Если не хотите таких тонных разбирательств, то можете пока там отключиться, поделать что-нибудь, найти какой-нибудь тур, запостить. Пока все ваши конкуренты сидят и смотрят вебинары, а вы запостите классный тур. На самом деле, здесь важная вещь, потому что я попытаюсь очень доступно объяснить, почему у нас хороший, правильный трекинг в мобильных приложениях и с точки зрения продаж, и с точки зрения инсталла. Мы используем для этого AppFly. Это очень хорошая система, мы используем ее платную версию, у нас достаточно много данных течет, у нас есть все сырые данные, мы можем понять абсолютно любую статистику. Просто невероятный набор возможностей, которые даже не все мы пока используем. Это очень классная вещь, здесь отдельно останавливаться не буду. Есть три варианта того, как мы можем, грубо говоря, конвертировать трафик мобильный к нам. Если в широком смысле, с точки зрения платформы нам. Это первый вариант, это вот здесь вот второй вариант, такое разделение получается, и получается вот этот третий вариант. Остановишься на каждом из вариантов. Стандартные маркеры, первый и второй вариант. Два типа. У нас есть мобильный сайт. Это классика. Ссылки, наверное, на мобильный сайт давать не буду, тут все понятно. На мобильном сайте, если вы зайдете с мобильного устройства или, например, в кроме с дистопа, сейчас откройте DevTool и включите мобильный, вы увидите достаточно много разных баннеров, разных приложений, поставить мобильное приложение. Это самый большой источник сейчас установок мобильных приложений неорганически. Я не знаю, насколько это конфиденциальная информация. Наверное, не очень конфиденциальная. В общем, да, это самый большой. Все рассказал. И это очень используемая вещь пользователями. И на самом деле ее не нужно недооценивать с точки зрения удобства для пользователей, потому что зачастую это не агрессивные нативные форматы, которые просто позволяют, грубо говоря, в случае Apple даже в один клик установить приложение, не выходя никуда, так называемый смарт-баннер. И с ним довольно сложный трекинг, но мы решили проблему. Ну и, соответственно, у Android тоже есть сейчас некий смарт-баннер. Мы, возможно, его внедрим, но у нас он рукописный, но, грубо говоря, он тоже выглядит как такой смарт-баннер. Он очень нативно выглядит, не раздражает. Вот. Данные перетекают через AppsFlyer на Store и, собственно, устанавливается приложение. Второй вариант – это мобильные лендинги. Вот эти, кстати, штуки наверняка, ссылки многие из вас не знают, я обязательно кину. Они очень простые. Там можете сейчас просто ради интереса зайти на Travelator.ru slash Android и увидеть такой тип лендинга. Грубо говоря, эти лендинги можно использовать со стандартными маркерами, вообще ничего не делая. То же самое, как вот с этим пунктом. То есть вот эти два пункта, вы можете не задумываться, как их трекать. Вот как вы раньше обычно делали маркеры, так вы и делаете. Все то же самое. Все делаем мы за вас. Есть третий пункт, с которым чуть сложнее. В кабинете ТПО, многие, возможно, из вас видели, есть такая возможность, ссылка на мобильное приложение. Там такая специальная ссылка OneLink. Эта ссылка специально используется AppsFlyer для того, чтобы сажать на нужное устройство пользователя. Здесь есть некая замороченность. Так как каждая платформа считает, что она умнее остальных, начинаются некоторые проблемы. Ну, например, мне просто скидывают примеры сокращалок ссылок, которые бьют этот OneLink. И он, например, ведет только в AppStore. Или, например, еще какая-то фигня. Ну, в общем, поэтому иногда этот OneLink, к сожалению, не работает так, как он нужен, чтобы он работал. А именно разделял аудиторию на нужную платформу. Поэтому мы добавим в ТРО Payouts не только одну OneLink, но и две ссылки на каждую конкретную платформу, чтобы вы могли прямо точно знать, что вот эта ссылка будет вести на эту платформу. Независимо от устройства пользователя. Будь то диск топ, будь то там мобильное устройство. Вот. OneLink по умолчанию сейчас работает так, что если, например, вы из диск топа переходите по нему, то он в случае, да, в случае диск топа он открывает Apple Store. Вот. То есть по умолчанию Apple Store. Когда он не знает, куда сажать, он сажает на Apple Store. Вот. Далее идет этап установки приложения и обмена данными с apps-флайерами. Там есть довольно сложный функционал фингерпринтинга, но, грубо говоря, apps-флайер эту работу делают очень хорошо. Поверьте, мы тестировали очень разными методами. Он классно делает, он действительно трекает, и все маркеры нужные передаются. И на выходе мы отдаем это в ТРО Payouts. Вот. Здесь есть некоторая загвоздка в том, что мы пока это передаем и никак не разделяем, что это мобильные заказы. Наверное, это была бы просто незаменимая для нас рекламная фича. Мы обязательно это сделаем. Пока это просто заказы, но мы обязательно сделаем так, чтобы эти заказы как-то выделялись, и мы прям видели, что, а, вот это вот, благодаря вот этой схеме, да, вот этот заказ попал ко мне в личный кабинет. Окей, наверное, все. Я думаю, что будет какой-то вопрос по трекингу, поэтому я вернусь к этому. Такая специально не смотря на вопросы, но вернусь к этому слайду. По возможностям для партнеров здесь как раз очень базовые, простые вещи. Я надеюсь, вернулись те люди, которые зачем тут шли. Я попросил, да, уйти, кто не хочет, ну, и там, трекинг слушать. Значит, эти базовые вещи такие. Смотрите, у нас есть ссылки на лендинг, я уже сказал. Маркеры наследуются, их можно использовать. Я их обязательно скину в доки и, наверное, расскажу базовые вещи, как я вижу, как их проще всего использовать. У нас есть ссылки на сторы, они есть в генераторе ТПО. Сейчас она одна, но добавятся еще две на раздельные платформы. И у нас есть возможность, у нас есть статья такая по нашему мобильному приложению, и ее можно использовать как некий базовый ориентир для контента. Например, я вот здесь привел пример. А, да-да-да, Татьяна, видишь, я специально тебе рассказал. Отличная статья. Татьяна просто отреагировала. Я ей сказал, вот сделай такую статью, она точно поможет получить трафик. Мысль такая, я в свое время смотрел конверсионность разных видов, типов трафика, да, которые могут как-то нам давать инсталлы на выходе в букинги. И обратил внимание, что очень классно работают обзорные статьи, например, формата там 20 приложений для путешественников, да, и так далее. И обратил внимание, что никто не использует партнерские маркеры в таких статьях. Я с некоторыми связался, добавил наши партнерские маркеры, а в некоторых случаях сам написал статьи, точнее, наш контент-отдел написал статью, и вот рерайты, по-моему, рерайты этой статьи вот как раз разместили на сайте Travel Link. Ну, таких примеров несколько, я просто привел один базовый. Используйте это, на самом деле, очень классная конверсия именно с такого типа, ну, с такого типа семантики, если можно так сказать. По поводу каких-то дополнительных фич в приложениях. Смотрите, у нас есть 15 форматов баннеров, они достаточно старые, но выглядят, в принципе, неплохо. Я их недавно поднял, и я думаю, что их имеет смысл добавить в ТПО, потому что у нас в ТПО нет вообще никакого мобильного баннера. И даже был пример, когда у нас один из партнеров просто где-то в гугле нашел какой-то наш старый баннер и просто его добавил. Поэтому, наверное, чтобы избежать таких вещей, я добавлю в ближайшее время, а Лиза, она проследит, чтобы я отвечал за свои слова и действительно добавил. И будут мобильные форматы баннеров. Для сайтов это очень удобно использовать, они как бы небольшие и так далее. Вот. У нас есть мобильный виджет. Он, точнее, у нас нет его, он в процессе. По нему есть некие у меня вопросы, я до сих пор не могу решить, как он будет выглядеть. В общем, здесь обсуждаемы вопросы. Если у вас есть предложение о том, как должен выглядеть мобильный виджет, мы с радостью их как бы примем, посмотрим на рассмотры. Мы также планируем сделать в некотором смысле турвиджет и некую кнопку на приложение. Турвиджет тоже в некотором планируем. Но здесь скорее анонс того, что с точки зрения приложения будет. Диплинки на страницу туров приложения. Смотрите, время уже довольно много прошло. На диплинках я, наверное, останавливаться отдельно не буду. Сложная вещь, те, кто не совсем понимает, что такое диплинки. Ну, в двух словах расскажу. Диплинк это штука, которая ведет конкретную страницу виртуальную в приложении. Она может вести на установленное приложение, но есть вообще невероятная технология, с моей точки зрения, и очень крутая. Это отложенный диплинк, благодаря системам трекинга можно ввести на страницу приложение, даже если приложение не установлено. То есть, когда приложение будет установлено, система определяет, тот ли это пользователь, который на что-то кликнул, и сажает его на нужную страницу. С точки зрения, например, показа, как он брендировал на промокоды, ну, это просто невероятно крутая фича. Если мы поставим такую задачу в разработку, я обязательно это как-то анонсирую, потому что мне кажется, что это будет очень крутая вещь. Вот. Мы сделаем хороший, вкусный промокод в приложение в июле. Я, на самом деле, в июне уже обещал его сделать. На самом деле, у меня готово все для того, чтобы его сделать, поэтому я просто хочу его тестировать, и, наверное, на следующей неделе я его кину так, чтобы он был для всех. То есть, не брендовый, а прям для всех. И, наверное, ТПО, я думаю, что он будет достаточно интересным, чтобы ТПО сделал рассылку. Да, я вот закончил про мобильную часть. Сейчас хотел рассказать про очень интересную штуку, которую мы хотим тоже анонсировать. Если у вас есть какой-то конкретный вопрос про мобилку, давайте. Я вижу здесь вопросы. Мобильный трафик – это не мобильное приложение, с мобилей уходит по простым сайтам 50%. Безусловно, но этот же мобильный трафик можно конвертировать в мобильные приложения. Все просто. По нашим данным, мобильный трафик даже в формате баннеров, смарт-баннеров, очень хорошо конвертируется в инсталлы, в мобильные приложения. Ну, давайте отталкиваться от базовых вещей. Рассматривайте это как собственный юзер-экспириенс. Просто посмотрите на большинство мобильных сайтов и на большинство качественных мобильных приложений. Приложения всегда более шустрые, быстрые, нативные, удобные, красивенькие и так далее. Ими будут просто удобно пользоваться. Я понимаю, что есть некие другие вещи, ограничения по... Я сейчас могу идти в дебри, давайте я не буду устанавливаться. Я думаю, что я ответил. Сколько кукой живет в мобильном приложении или там другой принцип? Да, конечно, там нет кук. Конечно, там нет кук. И поэтому принцип другой. Сейчас я вот там сказал, что у нас некие пожизненные куки, то есть пожизненный маркер живет, но мы называем его пожизненным в формате двух лет. Возможно, какое-то четкое требование. Пока вы можете спокойно заливать и ваши текущие маркеры, они живут пожизненно. В телефоне убивает связь приложения с партнером. Да, здесь есть сложности. Это правда. Если у нас нет никакой связи с как бы... Есть девайс ID, грубо говоря, по которому мы можем понять, что это конкретное устройство. Но если у нас нет какой-то дополнительной связи, например, там, юзера ID дополнительного и прочее, то в некотором смысле это может быть убито. Не только, кстати, удаление. Есть некоторые фишки сейчас из-за всех этих законов GTPR и прочее. Там есть некие сложности в настройках, которые можно включить, чтобы девайс ID не передавался или еще что-нибудь. Короче говоря, наверняка какие-то такие подобные кейсы возможны. Если это станет масштабом, как, например, это масштаб уже в вебе по Adblock, то, что нельзя проходить мимо, то, конечно, мы будем на это обращать внимание. Пока это масштаб по веке вообще единичный, мы делали тесты, все нормально попадает. Ладно, я продолжу тогда, вроде пока вопросов нет. Так, я про деление трафика. Здесь еще хотел анонсировать. На самом деле, достаточно давно я с некоторыми партнерами обсуждал. Я расскажу такую историю, вроде бы время нормально, тут еще есть. Расскажу такую историю одного партнера, который, если он здесь, я надеюсь, не обидится, если я расскажу, я не буду озвучивать, кто это, но меня прямо это задело до глубины души. В общем, история про то, как нужно проводить АБ-тесты и про то, почему большинство тестов по ECPC, которые проводят партнеры, они некорректные. Да и, в принципе, АБ-тесты не только партнеры, все проводят, очень много проводят некорректные АБ-тесты. Я не буду сейчас углубляться в статистическую значимость и прочее, это отдельная история, но я бы хотел просто сказать о том, что есть инструменты, которые позволяют, в принципе, сейчас проводить АБ-тесты. Раньше, когда инструментов таких, допустим, не было, или там бывали вот такие кейсы. Вот у меня был партнер, еще есть партнер, но сейчас, в данный момент, мы с ним находимся в стадии, как раз вот такого пост-анализа одного из таких тестов. Мы проводили, я проводил несколько таких тестов, ну, не чистых АБ-тестов, а просто как бы партнер заливает туда трафик, заливает туда трафик и потом смотрит результаты и просто дает мне какие-то данные по ECPC и говорит, вот вы лучше, вы хуже. Из семи тестов два было хуже, то есть в пяти мы выиграли, у трех, у двух конкурентов, а в двух проиграли. И в одном из них проиграли с очень массованием. Ну, меня это, конечно, задело, и я как бы начал анализировать трафик, а потом у нас есть такой целый пакет данных по enhanced e-commerce, те, кто работает с Google Analytics, возможно, знают. Неважно. В общем, достаточно подробная статистика, в том числе, например, какие торпи-раторы, какие направления, абсолютно все, какие карточки пользователь смотрел и так далее. Вот. И, собственно, я начал смотреть, что у него сильные искажения в направлении, которые действительно, во-первых, они не сезонные были, во-вторых, они у нас не самые конвертищие, там распределение было не в целом, как у нас. И человек иногда зачастую может сам не замечать, на самом деле, как он искаженно воспринимает продукт. Вот. Мне кажется, что в этом случае был как раз такой кейс, что вот у него почему-то сложилось впечатление, что у нас есть, там были два уникальных торпи-ратора, которые давали достаточно редкие направления. И у него сложилось впечатление, что вот мы специализируемся на такого рода направлениях, и поэтому он давал тут много трафика, но при этом основной трафик, основные направления давал на конкурентов. Вот. И к тому, чтобы избежать таких вещей, я предлагаю такую историю. Я сделаю такую небольшую анкету, небольшую анкету, ссылка будет после вебинара, не сразу, а через какое-то время. Если вы эту анкету заполните, там будет небольшое количество полей, не переживайте, и вы хотите провести с нами АБ-тест, мы будем заинтересованы именно с вами провести на основании этой анкеты, то что мы предлагаем? Мы предлагаем использовать один из инструментов, например, здесь в качестве примера кликметр. Я знаю, что у меня есть информация, что некоторые партнеры используют его с Авиасейлсом, так что я про него узнал чуть ли не оттуда. Вот. И с помощью этого инструмента мы сможем измерять точно уже трафик, делить его, например, если есть конкретное предложение у двух игроков, вы ставите ссылку и туда, и туда, трафик разделяется правильно с точки зрения АБ-тестирования, и на выходе мы получаем результаты. Что предлагается за этот тест? Тест проводится, пока будет достигнута статистическая значимость, или не более двух месяцев, я считаю, что больше, наверное, не имеет смысл его проводить. Вот. На выходе мы получаем результат по ECPC, и вы получаете деньги за лучший показатель плюс 10%. То есть, если мы, например, проиграли этот АБ-тест, вы получаете деньги по ECPC у лучшего с точки зрения ECPC-конкурента, плюс 10%. Я думаю, что логика понятна. Вот это я вам сделаю. Анкету я сделаю и вышлю. Точнее, Лиза вышлет вам. И если захотите поучаствовать, я буду очень рад. В любом случае, там базовое количество участников нужно, минимум, наверное, три. Вот. Будет круто. Особенно, наверное, это актуально для тех, кто постит постоянно спецпредложения, которые можно разделять при оттайме. Потому что, в принципе, наверное, это можно использовать и на сайтах в качестве, например, кнопок «Горячие туры» и тоже разделять. Вот. Вот такая штука. А с моей стороны будет, помимо этого, бонусы и плюс комиссии, будет еще постклик-аналитика. То есть я сделаю прям подробную аналитику того, как пользователи используют сайт, какое количество карточек просматривают. В общем, всю статистику, которую только можем дать, мы обязательно сделаем. Вот. И еще я хотел рассказать про Telegram. Ребята, гранд-предит вебинар. Ну вот, да, наверное, это не вопрос, поэтому, наверное, к Лизе больше вопросов. Я надеюсь, что этот вебинар полезен и все-таки людям, кто, допустим, еще не сильно во всем шарит. Я надеюсь. Но если нет, обязательно напишите, контакты будут в конце. Обязательно напишите. На самом деле мы открыты для общения, и какие-то базовые вещи мы прям лично можем в Телеграме обсудить. Я покажу, расскажу. Так что не проблема. Окей. Я хотел рассказать немножко про Телеграм. Почему Телеграм? Во-первых, это самая быстрорастущая платформа с точки зрения вот travel traffic, на мой взгляд. Она очень хорошо росла. Возможно, сейчас есть некий спад или деградация, как ее называют в некоторых организациях государственных. Но в целом видно, что Телеграм не падает, и что Телеграм дает все большее и большее количество трафика. В основном это трафик по спецприложениям. И спецприложения на этой платформе просто круто рулят. Во-первых, ложатся в канву. В канву того, что один пост, быстрый мессенджер, предлагается быстрое приложение, и на него можно быстро отреагировать. Ну и во-вторых, получается, что это мобильные пуши, то есть, соответственно, это более динамичная работа в пользовательном в том числе. Очень круто работает, это уже мои инсайты, можете использовать их. Очень круто работают, на наш взгляд, приложения, которые в ближайшие 1-2 недели, то есть вот именно горящие приложения. Но при этом до 50% продаж они не на конкретные предложения. Это, кстати, хороший инсайд для тех, кто меня часто спрашивает про эту штуку. На самом деле спецприложения, они хороши не только тем, что их можно просто продать базово, но пользователи зачастую подбирают под себя еще другие варианты, может быть, просто какие-то другие отели смотрят и так далее. Поэтому до 50% продаж они не на конкретные предложения, но при этом люди приходили по каким-то вполне конкретным приложениям. Здесь об этом трафике речь. Вот. С моей точки зрения, Telegram до сих пор является дешевым способом привлечь аудиторию. У нас, возможно, это не самое дешевое, но мы не эксперты в привлечении трафика в Telegram. Ну, например, вот по моим подсчетам, для каких-то целей, связанных с нашим Telegram-каналом, стоимость в районе 10 рублей за нормального пользователя в вполне очень хороших каналах и так далее. Наверное, это многие меня заснимают. Ну, в общем, с нашей точки зрения, этот пользователь окупается в рамках полу-других месяцев по турам, например. Да. Поэтому это довольно неплохая, как бы, ROI, да. То есть доход, возврат на 7 месяцев. Так. И то, что Telegram – самая быстрорастущая платформа, я уже сказал, она, ну, действительно, чего уж там говорите, там, посмотрите на основные каналы, такого роста нет ни в одной социальной сети, нет, там, тем более в вебе. Телеграм очень быстро вырос, и все каналы топовые, там, в Андруке, Пираты, Трево, Радар, просто посмотрите, они, там, Трево Хак. Блин, я зря сказал, потому что кто-то обидится, что я его не назвал. Выгодные туры. В общем, сейчас всех перечисляю. Вот. Не обижайтесь тех, кто не назвал. Вот. Вот, собственно, про Telegram. Лиза очень просила мне, на самом деле, рассказать не только про Telegram, а вообще про другие источники трафика. Я, к сожалению, просто не успел. Извините меня, но... Что я пообещаю? Я пообещаю сделать, чтобы это было действительно полезно, я пообещаю сделать мне какую-то табличку, в которой я транжирую с точки зрения конверсионности или дохода на клик разные, как бы, типа трафика. Вот. Ну, чтобы это было полезно по-настоящему. И дам какие-то свои небольшие рекомендации, чтобы, возможно, кто-то смог использовать это. Вот. Ссылка на канал Telegram. А вы просто бейте травелатой, я думаю, найдете. Ну, вообще, она, по-моему, собака травела, там. Сам канал, бренд. Ну, по-моему, мы взяли. Хотя вот я сейчас тоже задумался. Надо проверить. У меня, кстати, Telegram сейчас просто выключен, чтобы шел. Да, да, обязательно. Лиза даст мой контакт. Я не парюсь по этому поводу. Вы можете писать мне в личку в Telegram. Пока это не достигло того объема, чтобы я прям взвыл. Поэтому я на все вопросы отвечаю. Стараюсь. Да, у меня еще есть лайк, о чем мы рекомендуем. Он, собственно, обобщение, поэтому ничего страшного. У вас еще, если будет, пять минут послушайте. Да, обобщаем про конвертим мобилку. Давайте конвертить правильно, готовы идти на любые разговоры, встречи о том, как вы хотите, и мы что-нибудь придумаем. Обязательно придумаем. Мобильный трафик надо конвертить, потому что хватит уже его оставлять, как бы, во вторую очередь. Найдем способ, как его правильно трекать. Важно его конвертить. Да, используем АБ-тесты. Давайте, действительно, отвечайте на анкету. Давайте пробовать АБ-тестирование. Это будет полезно всем. Во-первых, это очень круто с точки зрения такого опыта, да, как можно проводить, как можно улучшать свои показатели. Вот. Напоминаю про последние этапы воронки. У нас есть страница конкретного тура, ее можно использовать. В ней есть каталог TourPage, вы не ошибетесь, когда ее увидите. Эта страничка по многочисленным просьбам была создана. Более того, по многочисленным просьбам сейчас в случае устаревания тура она редиректит на отельную страницу. Если не ошибаюсь, ну, это вы можете проверить, я тоже на всякий случай проверил, но вроде бы все так. И мы обещаем новые промо-материалы, сейчас с этим поактивнее поработаю. А теперь анонсы. Самое интересное. Во-первых, я допилил нормальную статистику в ТПО, сессии действия, чтобы туда сыпались. А то как-то было очень стыдно у нас, у единственных не было вот этих пунктов. Они, на самом деле, наверное, полезны. Когда я напишу, что такое действие, потому что сейчас, наверное, будет лишним расписывать. Действие у нас это просмотр конкретного тура, когда пришел актуальный конкретный тур. Вот. Это действие. Ну, об этом лучше подробнее тоже не писать. Новые рекламные материалы для приложений мы скинем в баннеры и будем готовить виджет. Бонус за продажу именно в приложениях последние недели июля. White label по запросу. Сейчас он делается. Начало августа мы его выкатываем в альпу-версию. Вторая неделя августа, возможно, уже мы будем принимать заявки на него по запросу. Он не будет совсем публичным, то есть мы будем принимать заявки по запросу. Если вас уже интересует наш white label, напишите мне, я какую-то очередь сделаю. API календаря и автоматические выгрузы. Звучит как бы опять, те люди, которые давно со мной общаются на тему, могут сказать, опять нет никаких сроков и так далее. Ну, в этот раз хотя бы какие-то сроки есть. Да, к концу июля мне пообещали закончить первую операцию по этой задаче. То есть какая-то альфа все-таки будет. Поэтому для тех, кто долго ждет эту штуку, а я знаю, что есть такие партнеры, я сам невероятно жду эту штуку, мы будем давать эти данные. Календарь цен – это самый полезный инструмент. Сам функционал календаря будет расширен, то есть количество возможностей в нем будет расширено. И ко всем этим возможностям будет, хотел сказать, как-то не повторяться, но, в общем, можно будет подкидываться и делать автоматические выгрузки оттуда. Вот, например, GSON в свой формате или по какому-то запросу API. Тесты с дополнительной комиссией, это я уже анонсировал. Заполняйте анкету, зарабатывайте больше, а нам будет аналитика за эту денежку. Виджет – победитель опроса. Да, я хотел провести опрос, наверное, слишком много всего вводил, поэтому я, наверное, вот прям в этой рассылке не буду прям виджет опрос делать. Ну, давайте я сделаю следующее, пообещаю, что мы сделаем небольшой опрос, приложим варианты виджета, которые мы хотим сделать, а вы сможете выбрать, какой виджет нужен. Ну, просто действительно пора уже сделать новый виджет. Вот, собственно, все. Там будут разные варианты, там будет в том числе вариант с переделкой текущих. И доход от розыгрыша. Вот тут, на самом деле, стоит остановиться, уже вебинар идет минутку. Минутку еще, повторяюсь, минутку ложится. В общем, розыгрыш. На самом деле, у нас есть такой продукт. Те, кто не знает, расскажу. Мы два раза уже проводили розыгрыш. Суть его в том, что мы предлагаем премиальный тур, купить базовые участия в розыгрыше. В первом было 99 рублей, во втором 199 рублей. И сейчас один руб. Вот, это тур эксклюзивный, там премиальный, от тур оператора, там, больше, там, полуста 50 тысяч рублей. Коллеги, мне поправьте, если надо. Вот. Это, что предоставляет этот билет? Участие, собственно, в этом розыгрыше. Два участника уже победили до этого. Там есть информация на сайте у нас теперь о них. И дает возможность, то есть беспроигрышный розыгрыш, дает тысячу рублей на любой тур, там, 30 тысяч рублей с некоторыми ограничениями. Что, собственно, предлагает. Если идея понравится, я бы рад, я всю эту фишку напишу в своем секрет-канале, в телеграме, который я, кстати, ссылку тоже дам, чтобы Лиза запостила вам. И потом подожду фидбэка. Если вам действительно будет интересен такой формат дохода от розыгрыша, то обязательно у вас доход в ТПО. В чем суть? Мы видим, что пользователи активно используют подобные промокоды, активно привлекаются к нам благодаря такому варианту коммуникации. Соответственно, мы готовы предложить такой вариант. Мы готовы давать бонус для тех партнеров, которые привели пользователя, который был розыгрыш за 1 рубль, но при этом бонус давать за любую продажу тура, которую он сделал с этим промокодом и даже без вашего маркера. То есть, если пользователь пришел, купил этот билет за 1 рубль на розыгрыш, получил 1000 рублей промокод, через 2 месяца использовал этот промокод без вашего маркера и без какого-нибудь другого маркера, то вы получите доход. Не полный процент с этого, не процент как в ТПО, а внутри 8%, но какой-то фиксированный. Сейчас мы обсуждаем это внутри, скорее всего, это будет в районе 500 или 1000 рублей фиксом. Но учитывая стоимость вот этой штуки, учитывая конверсию, которая у нас данная, я, скорее всего, думаю, что это может быть очень привлекательная вещь, особенно для некоторых видов, типов трафика, возможно, это будет прям вообще бомба. В общем, если у вас вдруг, вы посчитали, что это прям про вас, это вам очень интересно, напишите сейчас, а для остальных я, в принципе, сделаю обязательно дополнительную информацию об этом. Все, ребята, я, да, я слишком много времени, давайте я на вопросы отвечу. Сейчас я прочитаю, тут большинство вопросов. White Label для партнеров я ответил. Планируется виджет для отдельного отеля тура? Да, планируется. Да, спасибо большое за этот вопрос. Да, 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 это прям очень животрепещущая штука. Надо понимать, что виджет конкретного тура, он достаточно сложный продукт. Вы понимаете, да, что сколько живет тур и насколько может быть, насколько такой виджет может быть багнутым. Мы думаем с точки зрения виджета отеля. Да, вот он будет участвовать в том опросе, о котором я говорил, виджет отеля. Генерация промокода в кабинете ТПО. Нет, такую фичу пока не планируем. Я хочу руками выдавать. Объясняю, это очень просто. Я хочу выдавать тем, кто нам интересен. Ну, вот пока такая стратегия. Пока такую фичу не планировали. Можно ли маскировать вас на своем сайте под свой бренд, когда пользователь не видит на этапе заказа оплаты, что это Травелата? Это скорее относится, ребята, к WhiteWayble. В WhiteWayble такая возможность будет, да. Напомню, WhiteWayble на нашей стороне альфа начала августа, самое начало. Выкатывать ее в непубличную бету будем, скорее всего, где-то первая-вторая неделя августа. Очень важно, чтобы это до конца сезона. Да, мы ее вязаем все время. Это я не совсем понял. Я на этом называется WhiteWayble. Так, как можно сконвертить путешественников в GEO USA? Я имею в виду, наверное, штат. Есть сайт со стрит-клубами, которые еще в день USA. Интересно. Ой, вы знаете, я вот так сейчас на скидку, наверное, и не скажу, что можно предложить человека. Не, извините, я, наверное, сейчас вопрос это оставлю. Можно узнать топ-отели по бронированию по странам. Было бы полезно получать эту информацию на постоянной основе, например, через канал Телеграма или Бухтпо. Ну, можно, наверное. Я несколько раз такую информацию давал. Давайте сделаем так. Давайте все-таки оттолкнемся от какой-то конкретной страны. Я эти вопросы скопирую и, возможно, тоже задам. Сделаю, на самом деле. Ничего здесь сложного не вижу. Будут ли промокоды действительно для WhiteWayble? Ваших конкурентов такой возможности нет. Партнерам не разрешают. Да, тут сложно. Вы понимаете, наверное, почему не разрешают. Потому что это совсем съедает все возможные комиссии. Еще и более того, еще если это и... Ну, что тут говорить, если это еще и бренд другой, как бы, то есть, получается, ну, мы никак вообще, негде заработать. Да, наверное, что-то можно будет. Функционал такой будет 100%. А там посмотрим. Пока я вот на альфовую версию для того партнера, для которого мы делаем ее, для секретного партнера, так скажем, там не предусмотрена такая возможность. Ну, вот, я не очень понятно на iPhone при установке вашего приложения, как установить свой маркер с ТРУП и АУТС, чтобы рассылать варианты туров для бронирования. Вот смотрите, именно маркер на, так чтобы на конкретные туры пока нельзя, но можно просто ссылку, если вы зайдете в кабинет ТРУП и АУТС, там есть, ну, собственно, наши промо-материалы. Там есть генератор ссылок и, нет, извините, раздел ссылка. И там первая, это ссылка на мобильное приложение. Вот такого вида ссылка, она на самом деле ведет, если вы скопируете, то она ведет на мобильное приложение. Да, по умолчанию на дисктопе она ведет как раз в веб-стор. И если пользователь с такой ссылкой установит, то поверьте, ваш маркер будет записан. А две другие ссылки на отдельное, на каждое из приложений я добавлю, как обещал. Можно только на домене третьего уровня. White Label можно будет пускать на домене второго уровня, типа сайт ТРУ. Я вот не вижу проблемы, в чем, почему нельзя на втором уровне. Возможно, это какая-то техническая проблема или это как-то связь, не знаю. Пока я такой момент не обсуждал, это, наверное, больше вопрос к нашим техническим ребятам. Давайте я уточню, я запомню этот вопрос. Не за что, Григорий. Я рад, что вам понравилось. А понравилось ли вам? Вопрос спасибо за спасибо. Я надеюсь, что было полезно. Я понимаю, что здесь много сумбурной информации, я старался очень много чего впихнуть. И, наверное, большинство из этого сложно прям как-то усвоить, но я постараюсь эту презентацию добавить к ней какие-то прям вот структурированные ссылки, чтобы прям это было наконец-то полезно по-настоящему, чтобы вы меня сами пинговали по каким-то пунктам. А вот здесь ты это обещал, это прям будет вообще супер. Потому что одно дело, когда одному человеку что-то пообещаешь, другое дело, там 80 участников до сих пор здесь. Спасибо вам, что пришли. Я рад, что было столько людей. Ну, вроде я вопросов больше не вижу. Напишите плюсик, на чьи вопросы я не ответил вдруг. Если ваше мобильное приложение уже было установлено без маркера, можно ли приостановить по ссылке из 3.0? Да, можно. Ну, то есть удаляете, да, и попробуем как раз вот потестировать можно. Отключаю звук. Лиза, тогда завершаешь, да, и, наверное, все. Да, я думаю, на этом все. Вы можете писать свои вопросы, мы на них ответим уже после вебинара. Немножечко чат повисит живым, можете пообщаться, и я думаю, мы можем отключаться на этом. Всем спасибо. Сергей, тебя не слышно. А, я скинула вам Сергея в чат. Спасибо. Всем спасибо большое, что пришли. Если какие-то вопросы есть, пишите в Телеграм, он есть в чате, там, Собака Головкова. Ну, по фамилии, я думаю, быстро найдете. Я здесь уже не буду писать, наверное, ну, ладно, не буду писать. Вот, пишите в Телеграм, пишите на почту afsobakotravilator.ru, она коллективная, то есть на нее все коллеги ответят. Вот, все, отключаюсь. Спасибо.